Добрый день! Сегодня я попытаюсь вам рассказать об удивительных находках на руинах Дрионева Египта. Египетские пирамиды – одно из чудес света, тысячелетиями завораживающие человечество своей загадочностью. Сколько тайн хранят пирамиды! И невозмутимое лицо сфинкса! Да и вся египетская история полна загадок и порой находки, которые делают ученые в Древней Гизе рядом с пирамидами, да и на всей бывшей территории Древнего Египта, больше ставят вопросы, нежели дают ответы на них. Сцена Рождества. В 2005 году в Сахаре итальянский археолог обнаружил странные наскальные рисунки. Он молчал о них 11 лет, не зная, как истолковать. И только в 2016 году объявил, что на рисунках известная всем христианам сцена Рождества с хлевом и младенцем в яслях. Вот только возраст наскальной фреске не меньше 5000 лет. То есть она была сделана за 3000-летие до рождения Христа. Что в таком случае изображает наскальный рисунок? Загадка. Останки кита возрастом 40 миллионов лет В 1902 году в пустынной местности в воде Альхитан археологи обнаружили хорошо сохранившиеся останки древнего предка кита, базилозавра, жившего здесь 40 миллионов лет назад. Животное либо было беременным, либо накануне смерти съело собрата, поскольку у него в животе располагался еще один базилозавр. С тех пор в той же местности обнаружили еще 9 скелетов базилозавров, в том числе единственный полный нетронутый скелет из известных на сегодня ученым. Эту местность давно прозвали Долиной Китов, что звучит крайне загадочно, учитывая, что сегодня это голая пустыня. Черные ящики инопланетян Одна из самых странных и недавних находок, обнаруженных рядом с пирамидами к югу Адгизы, это 24 пустых черных ящика из гранита, весящих более 100 тонн каждый. Ученые были шокированы филигранностью работы по твердому камню и до сих пор остаются в неведении по поводу предназначения этих ящиков, сделанных более 3000 лет назад. Некоторые даже утверждают, что ящики не изготовлены древними египтянами, а оставлены на земле таинственными гостями со звезд. Старейший скелет гиганта Тело древнеегипетского фараона Са-Нахата считается самым древним из известных останков гигантского человека. Его рост достигал 190 сантиметров. Не бывало для древних людей. По мнению ученых, изучивших скелет Са-Нахата, это был первый из известных на сегодня науки случаев истинного гигантизма на земле. Секретный вход в пирамиды Египтянин по имени Наджи обнаружил секретный вход под подвалом своего дома. Как оказалось, вход вел в одну из великих пирамид Гизы. Копая на собственном огороде, 33-летний житель деревни Аль-Харамея обнаружил выложенный каменными плитами туннель, ведший прямо в пирамиду Хеопса. Археологи полагают, что в древности этот ход вел в тайный храм на берегу Нила. Однако им еще предстоит долгая работа по поиску истинного предназначения этого древнего туннеля. Мумифицированный зародыш Самая юная мумия была обнаружена британскими археологами в 1907 году. Нерожденный человеческий зародыш был положен в миниатюрный гроб. Его возраст, под прикидком ученых, составлял от 16 до 18 недель. Предполагается, что он погиб в результате выкидыша у матери. Тщательностью он был похоронен, демонстрируя тем самым великое уважение египтян к таинству человеческой жизни, говорит Джули Доусон, заведующая хранением в Британском музее Фитсуильема. Ирригированный член Тутанхамона Мумия Тутанхамона была одним из самых поразительных открытий ученых и египтологов. Но более всего их поразило то, что фараон, похороненный согласно всем египетским традициям, отличался от других мумий маленькой деталью. Он был положен в гробницу с полностью эрригированным членом. Укрепленный смолой орган поднимался под углом 90 градусов. Ученые не знают, зачем это было сделано. Предполагая, однако, что это имеет какое-то отношение к религиозной деятельности Тутанхамона, который отверг новую религию солнцепоклонничества, насаждавшуюся его отцом. И в течение своего недолгого правления он находился у власти с 10 до 19 лет. Пытался вернуть народ к старым богам. Космические украшения Украшения, обнаруженные в 1911 году в гробнице в деревне Эльгрези, возраст которых оценивается в 5000 лет, считаются самыми старыми на Земле. Бусины были сделаны из космического железа, принесенного на Землю метеоритами, почти за 2000 лет до Железного века, и соединены в одно ожерелье с кусочками золота и драгоценных камней. Но для науки железные бусины самые драгоценные. Наличие кобальта и германия подтверждает их космическое происхождение, а возраст наводит на мысль о том, что, быть может, обрабатывали их вовсе не на Земле. Ведь кузнечного дела тогда еще не существовало. Мумии-крокодилят Одной из интереснейших находок стали мумии 47 юных крокодильчиков. По предположению ученых, они стали жертвами богу-крокодилу Себеку. Некоторые египтологи даже полагают, что египтяне специально выращивали крокодилят для жертв Себеку, речному богу. Хотя пойманные взрослые крокодилы служили для них предметом поклонения. Книга заклинаний В 1970-х годах в Верхнем Египте была обнаружена книга заклинаний, возраст которой насчитывал 1300 лет. Она была написана в VII-VIII веке на коптском языке. Книга еще не полностью расшифрована, но ученые уже обнаружили в ней любовные заклинания, заклинания для изгнания злых духов, лечебные и проклинающие заклинания. Ученые назвали ее египетским справочником колдовских сил. Они полагают, что в нерасшифрованной пока части книги хранится еще больше тайн, которые раскроют правду о верованиях прошлого. Подводный город Гераклеон, по-египетски Танис, был крупным торговым городом древности. По преданию, его основал Александр Македонский. Именно здесь была коронована Клеопатра. Долгие годы он считался стертым с лица земли. Некоторые ученые и вовсе считали его мифическим, как когда-то Трою. Однако археологам удалось обнаружить его в море, недалеко от Усть-Янила, на 50-метровой глубине. Гераклеон был обнаружен совсем недавно, в 2000 году. И с тех пор его неисчислимые сокровища открывают перед археологами все новые тайны истории. Пивоварни для богов Древние египтяне любили выпить и даже проводили специальные праздники пьянства. Были у них и специальные пивоварни, посвященные богам. Об этом узнали, когда недавно археологи нашли гробницу 3000-летнего возраста, надпись на которой гласила, что в ней похоронен главный пивовар бога мертвых. Египтологи подтверждают, алкоголь в Древнем Египте играл важную роль как средство увеселения для людей и как подношение богам. А пиво было одновременно самым популярным и самым доступным видом выпивки. Шесть доисторических видов летучих мышей В 2008 году во время раскопок в окрестностях Каира, изучая окаменевшие останки, археологи обнаружили скелеты шести доисторических видов летучих мышей. Самым поразительным оказалось то, что все они были не вымершими, а родственными ныне существующим видам. Это заставило ученых серьезно задуматься над происхождением современных летучих мышей. Ведь раньше считалось, что они впервые появились в Европе, но теперь оказалось, что возможно они родом из Северной Африки. Тайный город под пирамидами Настоящий подземный лабиринт из полутора тысяч помещений был обнаружен под Гизой в 2008 году. Египетские власти пытались отрицать его существование, но ученые все же вынесли правду в мир. Вот только каким было предназначение этого подземного города, ученые пока знают об этом не больше, чем политики. Лодки Абедоса Лодки Абедоса предназначались для перевозки фараонов в загробный мир. Их нашли в песках Египта, и возраст оценивается в 3000 лет. Всего археологи нашли 14 лодок, длина которых от 18 до 25 метров. На каждый вмещалось по 30 грибцов. Этот гигантский флот до сих пор поражает историков мощью и совершенством. До обнаружения лодок Абедоса они считали египтян гораздо менее искусными в кораблестроении. Ну вот и все. До свидания. До новых встреч. И мир вашему дому. Субтитры сделал DimaTorzok